Здравствуйте! В эфире новости на МТРК. О событиях к этому часу расскажут мои коллеги Ягири Мукашева. Вот главная тема. Делать некачественно, в срок не укладываются, а значит и денег не получат. Ремонт школ проинспектировали нуратановцы. 81-летний североказахстанец погиб в пожаре. Мужчина сгорел в собственном гараже. Срок 2 часа. А что потом? Корреспонденты МТРК выясняли, куда можно утилизировать одноразовые маски. Подготовку к новому учебному году обсудил на встрече с педагогами 25-й школы депутат Мажелиса парламента страны Карибай Мусурман. К приему детей готовы все учебные классы, которые полностью технически оснащены. В рамках своего рабочего визита народный избранник выйдет также и в районные учебные заведения. Абайль Жанов продолжит тему. Это средняя школа номер 25 в микрорайоне Береке. Сейчас здесь готовится ко второму своей истории учебному году. В образовательном учреждении на государственном языке получают знания 600 детей. Из-за пандемии с 1 сентября ребята теперь будут обучаться по-новому. Доступны два формата. Первый дистанционный, если на то пожелают родители учащихся. Другой с посещением школы, при этом соблюдая все правила безопасности. На всех этажах, где будут обучаться учащиеся, расположены санитайзеры. На школу на сегодняшний день закуплены 1500 масок. Все требования, которые поставило министерство и саноэпидемиологические требования, выполняем. На сегодняшний день 27 учащихся первых-четвертых классов сизволили по заявлению родителей обучаться на дистанционном обучении. Готовы ли справляться педагоги с двухформатным обучением? Ответы на этот вопрос узнавал депутат мажориса парламента страны Карибай Мусырман. Он встретился с преподавательским составом и проверил готовность учреждения к учебному году. Побывал в учебных классах, спортивном и актовых залах, столовой. Особых проблем нет. Материально-техническое обеспечение этой школы на высоком уровне. Я полагаю, что одна из лучших школ в области находится здесь. И некоторые вопросы детей, учеников из малообеспеченных семей решаются. Вопрос это касается привлечения ноутбуков через городской отдел образования. На днях мажорисмен планирует встретиться с педагогами Мамлюцкого района. Абай Альжанов, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. 5 миллиардов тенге на ремонт 107 объектов образования выделили в Северном Казахстане. Сегодня мониторинговая группа партии Нуратан посетила школы областного центра, чтобы проверить, качественно ли выполнены работы. Уже на днях учебные заведения откроют свои двери для юных североказахстанцев. Очередная проверка получилась продуктивной. Активисты выявили недочеты, на исправление которых у подрядчиков еще есть время. С подробностями Айгири Муканова. Сейчас 1 сентября здесь интернатное учреждение. Должны заехать дети. В любом случае учебный процесс должен начаться. А у нас сейчас идут еще ремонтные работы. В областной специализированной школе лицеи-интернате для даренных детей лорд до сих пор не завершился ремонт. 1 июня здесь приступили к замене окон, системы канализации и кровли. По последним двум сроки сорваны. Но претензии к подрядчику есть не только из-за времени выполнения. Много недочетов выявили по качеству выполняемых работ при проверке крыши здания. Строители установили сырую обрешетку из древесины. А также некачественно укрепили металлочерепицу. А также по установке обработанных деревянных конструкций, они должны быть обработаны противопожарным негоречим материалом. Это учреждение детское и считаем, что работы должны быть выполнены качественно. Все недочеты строителей могут дать о себе знать в непогоду. Но подрядчики уверяют, к первому сентября все будет сделано. Возникали проблемы с доставкой из-за пандемии. Если выявляется нарушение несоответствия проектно-светным документациям, и по качеству работ авторский надзор, технический надзор и заказчик имеют право предъявить претензии. По этим всем моментам, соответственно, подрядчик должен их устранить. Если он их не устраняет, соответственно, не подписывается акт о приемке объекта. Если не принимается, или не сдается акт, соответственно, он не получает своих денег. Посетила мониторинговая группа и 23-ю среднюю школу. При последней проверке здесь сделали замечание по некачественной укладке кирпича под новыми окнами. Строители все исправили. Сегодня недочетов не нашли. Выполнена качественная система отопления. Руководство учебного заведения уверенно заявляет, школа полностью готова распахнуть двери для своих учащихся. Айгири Муканова, Газбек Аргбаев, Новости МТРК. В этом году больше 350 североказахстанцев получили льготный кредит в рамках программы «Янбек». Благодаря господдержке начинающие предприниматели запустили свое дело, а работающие расширили бизнес. В числе последних – Кинеску-Киев. Житель Бесколя четыре раза получал займ через госпрограммы. Сейчас у него большая ферма и десятки покупателей кумыса. Секрет вкусного и целебного напитка он раскрыл в съемочной группе МТРК. Лучшее лекарство и профилактика от всех болезней. Издревле у кочевников кумыс известен как целебный молочный продукт. Дарит здоровье, укрепляет иммунитет. А еще это очень вкусный напиток, который отлично утоляет жажду. У Кинеса-Кукиева свои секреты приготовления целебного кумыса. Сельчанин всю жизнь работал конюхом. По одному взгляду на лошадь может понять, какое у нее самочувствие и настроение. Кинес-Кукиев смог объединить свою любовь к лошадям и бизнес. Достаточно прибыльный. А началось все 10 лет назад с трех кобыл, которые мужчина купил в кредит через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Взял миллион тенге и уже через полтора года кредит закрыл. Там была хорошая годовая ставка, всего 6%. На таких же выгодных условиях получил займ еще два раза и расширил ферму. Уже больше 20 голов у нас на дойке. Первые 8 голов мы с февраля до августа доим. Потом вот в это время уже сейчас 10 доим, это до 20 сентября. Потом уже третий потоп, уже до весны. Уже они того не ходят, маленьким ребятам уже жеребится. И кругом у нас идет кумыс. Дует пять раз в день. Получают около 80 литров, которые тут же разбирают. Приезжают из других деревень и городов. Случалось, что гости из столицы специально снимали дом и жили в Бескоре, чтобы полечиться кумысом и избавиться от проблем с желудком, рассказывает фермер. В общем, целебный напиток на расхват. С 9 до 10 у нас разбирают. Мы никуда не возим. Прям из дома приходят, забирают. Много дует, но они домашние условия. Сухое сено, зерно. Но трава – это другое. Зелень – это другое вообще. Они молоко у нас жирное. Получать прибыль, занимаясь любимым делом. Такая возможность есть у каждого участника программы «Янбек». Воспользоваться ею могут как действующие предприниматели, так и начинающие. Последним необходимо пройти обучение азам-бизнеса. В этом году нашему филиалу выделено 2,6 миллиардов тенге по программе «Янбек». На сегодняшний день профинансировано 356 проектов на сумму более 1,3 миллиарда тенге. Согласно плану, до конца года планируем профинансировать более 563 проекта. Ставка 6% годовых. На первую треть срока займа предоставляют каникулы. Новинка этого года – кредит с 4-процентной ставкой. Такой выдают многодетным и малообеспеченным семьям. Агири Макашева, Казбек Арыкбаев, Новость Семтерка. Общегорнизонный развод комплексных сил полиции прошел в Петропавловске. Глава областного ведомства Марат Тулебаев лично проверил готовность офицеров и сержантов к несению службы в вечернюю смену. Подробности в следующем материале. Начальник департамента полиции Марат Тулебаев ознакомился с состоянием автотранспорта батальона патрульной полиции. Сотрудники подразделения круглосуточно следят за общественным порядком и дорожной безопасностью в областном центре. Именно от их профессионализма и мобильности зависит покой и безопасность горожан. Глава ведомства дал указание при патрулировании улиц шире использовать возможности систем видеофиксации, а также держать спецавтотранспорт в образцовом состоянии. На плацу сотрудники областного и городского аппарата полиции, управления специализированной службы охраны, участковые инспекторы, бойцы СОБР, добровольные помощники полиции. На общегарнизонном разводе проверили также и их амуницию. Современные качественные права, выявленные реагированные происшествия. Слово внимание обращаем на выявление и правила по адаправонавшись по Илью Казахстану. Ежедневно на охрану общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности на территории города Петропавловск заступает 270 человек. Из них 151 военнослужащий Национальной гвардии Республики Казахстан и 119 полицейских. За семь месяцев текущего года, благодаря комплексным силам полиции, в регионе раскрыто около 2500 уголовных правонарушений. Из них 1417 в Петропавловске. Алишер Ашимов при содействии областного департамента полиции. Не оставили в беде. Североказахстанский полицейский и предприниматель вытащили из обочины грузовик, перевозивший продукты питания в сельские магазины. Инцидент произошел на трассе Сергеевка-Ступенко в районе Шалакына. На съемке видно, как бусик из-за плохой погоды и, вероятно, погодных условий вынесла в кювет. В итоге он перевернулся на бок. По словам водителя, он долгое время просил о помощи других автолюбителей, но попытки оказались тщетными. На зов откликнули стражу порядка и местный бизнесмен, которые позже вытащили машину из Канавы. Тронутый отзывчивостью сотрудников ДПС, сельчанин записал свое видеообращение. Сгорел в собственном гараже. Трагедия произошла в селе Полтавке Акаинского района. В пожаре погиб пенсионер. По версии спасателей, причина – возгорание, распространенное неосторожное обращение с огнем. Всего с начала года в области произошло почти 400 пожаров, львиная доля которых приходится на Петропавловск. Чтобы избежать трагедии, честники проводят различные акции. Какие, знает Жанель Бесенбаева. Сообщение о пожаре поступило на пульт огнеборцев в 5 часов вечера. С огнем специалисты боролись без малого 40 минут. Гараж и находящаяся рядом хозпостройка вспыхнули, как спичка. В результате происшествия погиб 81-летний пенсионер. При пожаре в частном гараже, частном подворье, также на месте пожара был обнаружен труп мужчины. Также на территории области с 15 августа, значит, месячник пожарной безопасности. Во время проведения месячника спасатели информируют жителей области о правилах пожарной безопасности в быту. В рамках данного месячника производятся подворовые обходы, квартирные все. Согласно списков, поданных в наш департамент, мы производим обходы данных семей, многодетных людей с ограниченными возможностями. Производим осмотры, даем рекомендации. Данная работа у нас будет продолжаться. Это все в преддверии месячника пожарной безопасности. Вся работа направлена на то, чтобы предупредить возможный пожар и не допустить гибели людей. Специалисты обошли уже около 600 жилых домов. Раздали более 800 памяток. Акция продлится до 15 сентября. Жанель Бесимбаева, Михаил Казначеев, Новости МТРК. С выше 400 семей в 2020-м переедут в Северный регион в рамках программы переселения. С начала года 41 из них уже обустроилась в Есельском районе. Им предоставили жильем, решаются вопросы и с трудоустройством. Некоторые даже думают об открытии собственного дела. О возможностях, которые дает один из уголков северного края, наш следующий материал. Все равны, как на подбор. Дома для казахстанцев, которые переехали на север страны из трудоизбыточных регионов, первое, что видят гости главного села Исельского района. Теплые и со всеми необходимыми коммуникациями. Заезжай, живи. Чувствуй себя при этом не как в гостях, а дома. Для этого местные власти прикладывают немало усилий. В 2019 году план в Есельский район был поставлен 36 семей переселенцев. В 2019 году у нас прибыло 50 семей. В 2020 году при плане 36 семей на сегодняшний день прибыло 41 семья. Данные граждане проживают по всему Есельскому району. Кто-то приобрел себе дома, кому-то выдали мы дома новые, трудоустроенные. Некоторые переселенцы у нас занимаются разведением домашнего хозяйства. Кто-то, как Марат Сюнбаев. Его семья переехала в Есельский район полтора года назад. Решается открыть собственное дело. Здесь при поддержке государства это возможно, говорит мужчина. На родине о собственном магазине с летним кафе он мог только мечтать. С марта я начал, когда карантин был. Три месяца я уже закончил магазин встроить. Большинство почти 5 миллионов, честно. Название Арсен. Арсен, сын мой старший. Трехлетний Арсен, малышка Сулу, которая уютно устроилась на маминых руках, и годовалый Арсултан. В кадре он появится чуть позже, после того, как проснется. Главное богатство Марата и его жены Сымбат. Старший ходит в детский сад, младший пока проводит время дома с мамой. Юг, в отличие от север Казахстана, не давал молодой семье столько возможностей для развития. Потому они и приняли решение о переезде. Я хотел в первую очередь этот магазин запускать, потом пекарную. И потом, по будущему еще хочу пластиковых всех открыть. Есть работа всем сейчас, если что-то очень заниматься. Ну, планирую там. Государства спрашивают, они сейчас по программе, сейчас все помогают. Место жительства Марат менял несколько раз, как и работу, которая будет по душе. Караганде служил в силовых структурах. В Актау трудился на нефтеперерабатывающем предприятии. Некоторое время проживал в Шемкенте. Супруга Сымбат родилась в Казалардинской области. Североказахстанскую считает своим вторым домом. Нас очень тепло приняли. Мы заселились в этот дом зимой. Соседи делились с оленями, вареньем, молоком для детей. Такое внимание дорого стоит. Сейчас мы общаемся, как родственники. Когда приезжаем в Шемкент, хотим скорее вернуться назад. Наш дом теперь здесь. За последние два года в рамках государственной программы в Есельский район приехала 91 семья. В основном все из южных регионов страны. Дарья Пышмынцева, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Как правильно утилизировать медицинские маски? Вопрос, который возник в Казахстане, если не в начале пандемии, то как минимум после осознания, что коронавирус существует. Многие североказахстанцы не сильно волнуются на этот счет и просто бросают использованные средства защиты где захотят. Тем временем в главном городе страны еще в марте для утилизации карантинных атрибутов поставили сотни специальных контейнеров. Насколько они необходимы и опасны ли выброшенные маски, выясняла Дарья Пышмынцева. Почти стихотворение Агнии Барто. Только в качестве главного героя выступает не Мишка, у которого, кстати, шансов на хэппи-энд было в разы больше, а маски. Одноразовые, многоразовые, цветные. Рядом с окурками и прочим хламом на улице валяются теперь и они. Взяли и выбросили, не думая о последствиях. Так просто избавляются от средств защиты североказахстанцы. Причин для этого может быть много. Халатность, бескультурья, лень. Давайте попробуем пойти другим путем, а предположим, что петропавловцы просто не знают, как правильно избавляться от использованных медицинских масок. В мешочек и в мусорку дома сжигают. Мусорное, это самое, ветро. Своих карантинных защитников свероказахстанцы бросают у лавочек, остановок, подъездов, но чаще всего просто, где придется. Встречаются и вот такие экземпляры. Эта фиолетовая красавица стала ярким пятном заброшенной клумбы ромашек. А вот противоположная и менее приятная картина. Выброшенная на тротуар маска в темное время суток после дождливого дня. Вернемся к утилизации такого средства защиты. Здесь, как выяснилось, нет ничего сложного. Те маски, которые сейчас активно использует население, можно отнести к бытовым отходам. Соответственно, их можно выбрасывать в обычные урны, предварительно сложив целлофановый пакет. Представляет ли выброшенный на улице маска в условиях пандемии потенциальную опасность для окружающих науки, неизвестно. Санврачи говорят, мнения ученых в этом вопросе до сих пор расходятся. Хотя в данном случае, помните, знать должны все, что улица. Это не свалка. И мировые исследования здесь не обязательно. Дарья Пышмынцева, Казбек Арыкбаев. Новости МТРК. Футболисты Козелжара потерпели второе поражение в сезоне. В субботу североказахстанцы на стадионе «Карасай» принимали карагандинский «Шахтер». В начале матча гости уверенно завладели инициативой и открыли счет на 14-й минуте. Отличился защитник горняков Андрей Буйволов. Ждать ответного гола «Орлам» пришлось аж до 78-й минуты встречи. После заработанного штрафного шикарный удар с дальней дистанции выполнил хавбэк хозяев Габриэль Энаки. Вратарь был бессилен. Однако в самой концовке игры карагандинцы дважды сумели огорчить нашего голкипера и вырвали победу. Результат матча 1-3. Позади четыре тура премьер Лиги Казахстана. Кызылжар сейчас находится на девятом месте в турнирной таблице с четырьмя очками в активе, тогда как «Шахтер» присоединился к пятерке сильнейших. В следующем поединке, который пройдет 27 августа, подопечным Вячеслава Руснака предстоит сразиться с футбольным клубом Жит-Ису. Начало матча состоится в 16.00. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. Продолжение следует...